14 февраля во многих странах мира отмечают самый романтичный праздник – День всех влюбленных. В России отношение к этому европейскому празднику неоднозначное, но, безусловно, многим он дает лишний повод, чтобы порадовать свою вторую половинку. Об одной счастливой паре из Ненецкого округа смотрите в следующем сюжете. 14 февраля 2015 года – день, когда Любовь и Георгий Талеевы стали мужем и женой. Вместе они пережили многое, ведь знакомы с самого детства. 27 декабря 2014 года Георгий в присутствии родителей сделал предложение Любови. Знаете, вроде и давно, но, наверное, никогда не забудешь, что, во-первых, это новый шаг в моей жизни, да и не только в моей, но любовь в ней был новый шаг. И просто было как-то неожиданно в плане того, что вдруг человек не согласится, вдруг какие-то эмоции, не знаю, но так и взял предложение. И человек согласился, и вот. Долго тянуть подачи заявления не стали. Сразу после новогодних праздников пошли в ЗАГС. И после праздников мы решили, приедем в ЗАГС и подадим заявление. И получается, мы приехали 13 января 2015 году сюда, подадим заявление в этом ЗАГСе. И так получилось, что дата бракосочетания выполнена 14 февраля 2015 года. Было неожиданно, но приятно. Романтические отношения у молодых завязались сразу после возвращения Георгия с армии. И они уже через 4 года сыграли свадьбу. А спустя еще год родилась дочка Мирослава. С ней в жизни молодых родителей появилось много веселых воспоминаний. У нас старшая дочь, сейчас ей 5 лет. Когда она только училась говорить, пришла на кухню. Понять, мы часа 2 на нее смотрели, она плакала, бедная плакала. И понять, что она от нас хочет. И говорила, апельсин, да, апельсин? Как апельсин-то красиво? Говорить не может, жестами показывает, понять не может. Первый энергетический опыт, когда смотришь на ребенка и думаешь, что она вообще хочет. Она ей все-таки высказалась, что она хочет апельсин. А 2 года назад в семье Талеевых появилась еще одна дочка – Виктория. Пополнение стало сюрпризом. И с появлением второго ребенка даже появилась семейная шутка. Мы так неожиданно узнали, что я беременная. Мы даже дома пошучиваем. У нас старшая дочь – долгожданчик, а младшая – нежданчик. Несмотря на все трудности, через которые проходит большинство семей, Любовь и Георгий сохраняют тепло в отношениях, а в их взгляде друг на друга чувствуется тепло и уважение. Не надо бояться ссор, не надо бояться непонимания, наверное, друг к другу. Просто это потом все переживается и... Ну и все хорошо. Пара из Немельного носа завоевала титул «Семья года-2021» на региональном уровне. Для семьи Талеевых это стало приятной неожиданностью и поводом для гордости. Для нас вот это вот, знаете, то, что мы признаны победителем регионального этапа, для нас большой этап и такая неожиданность, но это очень приятно, что какой-то маленькой деревеньки подали сами, приняли участие и победили. Так что для нас это очень ценно, значит, ценное событие для нашей жизни. Георгий Талеев желает всем жителям округа ничего не бояться и строить отношения. Встречайте, женитесь, растите детей и у вас все получится. Так вот думайте, переживайте, что как, что будет, не надо. Любите, любите и женитесь, и живите. И у вас все получится у всех. Телеканал «Север» поздравляет семью Талеевых с годовщиной свадьбы. Катрина Тейбори, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».